Привет, друзья! Это новый выпуск Шоу Бук Лайф. Меня зовут Настя Скуратова, и мы начинаем. Наш сегодняшний герой – один из самых известных российских писателей – Алексей Иванов. По его произведениям один за другим выходят фильмы и сериалы. Иванова часто называют самым экранизируемым отечественным автором. По бестселлерам «Географ Глобус Пропил», «Пищеблок» и «Табол» сняты одноимённые картины. Дело в том, что я учитель литературы. Я поклонница Алексея Иванова, и буду очень рада увидеть его лично и задать ему свои вопросы. Для меня это современная классика. Это очень грамотный, глубокий, красивый язык, чего мне очень не хватает в другой современной литературе. То есть он анализирует очень многие грани человека, его поступки, эмоции. Очень актуальный автор для меня. И показывает свою интерпретацию нашего менталитета, нашего мироощущения. Да, это каждая его книга, она особо актуальна для меня на тот или иной случай моей прожитой жизни. Ну, не прожитой, а еще продолжающейся. В московском доме книги Алексей Иванов презентует «Общагу на крови». Роман, который он написал почти 30 лет назад, теперь переживает новый всплеск интереса. По этой книге снят фильм. Премьера «Общаги» прошла на кинотавре. Там картина получила приз за лучший дебют. Как автор относится к экранизациям и почему «Общага на крови» в печатном варианте так долго шла к читателю? Самое время поговорить с автором. Алексей Викторович, Вы написали книгу «Общага на крови» еще в 92-м году, а была опубликована она только в 2006-м. То есть она шла к своему читателю на протяжении 14 лет. Почему так получилось? Я бы сказал, что она лежала к своему читателю на протяжении 14 лет. У меня достаточно сложная писательская судьба была. Я очень долго не мог пробиться, не мог стать писателем. «Общага» пролежала 14 лет, «Географ» пролежал 7 лет, «Сердце Пармы» пролежало 3 года. Ну а почему? Потому что на дворе были лихие 90-е, когда в стране было не до книгоиздания. Ну и к тому же я как автор был никому неизвестен, не вхож ни в какие московские издательские тусовки, да и писал не о том, что интересно в Москве, да и фамилия у меня была Иванов. Смотрите, прослеживается такая интересная деталь. Столько лет действительно книга пролежала на полке, а потом ее публикация, восторженные отзывы критиков. Проходит 15 лет и она признана уже киносообществом на Кинотавре. Как вы считаете, почему время не властно над вашей общагой? Ох, какой вы интересный вопрос задали. Я думаю, что время не властно над молодостью. Все мы когда-то были молоды, все утрачиваем эту молодость, но ее притяжение для нас важно на протяжении всей жизни. Вот эта книга, книга о молодости, книга, написанная молодым автором, о молодых героях, о молодых проблемах, о том, как молодые люди воспринимают эту жизнь, как они относятся к проблемам в своей жизни. Вот и ощущение молодости эта книга и, не знаю, там хватает за сердце читателя. И невзирая на то, что проблемы меняются, обстоятельства меняются, молодость все равно остается важной вещью, все равно остается притягательной. И поскольку она очень хорошо воплощена в этом романе, роман остается актуальным. А бывали ли у вас такие случаи, что с высоты опыта и спустя столько прожитых лет вам хотелось что-то изменить в ваших произведениях? В моих произведениях нет, в самом себе да. Произведения это всегда функция от твоей личности, от твоей судьбы. Разумеется, взрослее ты понимаешь, что представлял мир неправильно, совершал какие-то ошибки. Вот и хочешь как-то переиграть, что ли, свою собственную жизнь. Но это, разумеется, невозможно. Как говорится, изменить прошлое сами боги бессильны. А переписывать произведения, ну, это какая-то глупость. Они все равно следствия того, каким ты был в то время, когда их писал. Поскольку изменить себя нельзя, какой смысл менять произведения? Известно, что вы тоже жили в общежитии. Так, насколько автобиографично ваше произведение? Оно очень во многом автобиографично. Но, разумеется, не в том смысле, что я там резал себе вены или прыгал с крыши, или со мной случались какие-то передряги, подобные передрягам в жизни моих героев. Хотя, в принципе, я был нелегальщиком, и этот опыт мне известен. Вот я в этом романе собрал все, что было вокруг меня и со мной лично, и с моими знакомыми. Собрал более стройную конструкцию, описал компактно и концентрированно. И вот в этом смысле общага, разумеется, автобиографичная вещь. Вот вы говорите, вы собрали все, что вас окружало, а, возможно, какому-то из героев вы подарили свои черты, или, возможно, мысли, которые наполняли вас в тот момент? Некоторые черты я подарил, безусловно, отличнику, главному герою. И часть себя я отдал своему любимому герою в этом романе, Ваньке Симакову, поэту. Их я могу считать автобиографичными фигурами. Вот знаете, распространено мнение, что очень часто экранизации книг не раскрывают их смысл или вовсе меняют его. Как вы вообще относитесь к экранизациям своих произведений? Это мнение вполне справедливое, но у меня это далеко не первая экранизация, и я уже выработал определенные отношения. Дело в том, что автору к экранизации своего произведения нужно относиться как к любому зрителю. Автор уже должен быть отчужден от фильма, он должен к нему смотреть фильм как отдельное произведение, а не экранизацию своего романа. Если фильм хорош сам по себе, значит, это удачная экранизация, даже в том случае, когда фильм отошел от романа, потерял половину героев или сюжетных ходов. В общем, главное требование к любой экранизации быть хорошим фильмом вне зависимости от романа. Наш выпуск подошел к концу. С вами была Настя. Скоро увидимся!